здравствуйте вместе с вами телеканал арпитер и елена ларина в кадре к серебков за кадром и вместе с нами эко торгомадзе которая вот сегодня пообщается в программе вечерний гость приветствую добрый вечер моя хорошая добрый вечер я не могу всегда не спросить тех кого я вижу вот у меня всегда интересен этот вопрос когда и как ты почувствовала что вот сцена это твое песни это твое потому что кого-то это достаточно поздно наступать у кого-то это очень рано как это было у тебя как-то спонтанно все произошло мне было три года когда мой папа актер театра всю жизнь проработал театре в грузии в твилиси и как-то я села за пианино в три года и стала подыгрывать мелодию после этого пошла поехала все я больше девучая грузинская семья моя мама тоже шикарно пела она сама по профессии не музыкант она агроном по профессии но она шикарно пела и вот этот талант по генам перешел перешел ко мне то есть это бы стали заниматься тебе как-то стали развивать или ты просто сама пела 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 я окончила семь классов музыкальная 7 классов потом смотри я же грузинка я могу немного ошибаться там какие-то слова забываю русские это простит страшно да 7 классов музыки потом вокальный техникум потом уже ресторан вот кстати ресторан и так понимаю что это даже выбор то есть это вот душа которая раскрывается тем кто находится в достаточно такой близости и в расслабленной обстановке потому что все таки согласись любой концерт это публика она как бы чуть но это притягивается к этой сцене а здесь ты берешь душу и ты взаимодействуешь с теми кто знали ресторан это то место где можно дотронуться до любого зрителя вот подойти обнять там что-то свое сказать а на сцене этого проявить ты не можешь это немножко такая вот рампа отделяя поэтому ресторан и формат для меня конечно ближе чем сцена но я очень много лет пела в ресторане и это очень большой урок для меня большая школа для меня как вокалист много связей появились после этого в общем я благодарна богу что вот моя жизнь случайно попала в ресторан и после этого пошло и на данном этапе вот занимаюсь делом которую очень очень люблю я всем благодарна моему высшему богу то что есть на свете как оказалась из грузии все-таки в петербурге и как ты потом и даже оказалась в москве потому что видишься такая еще география смотри леночка значит такая история я всю жизнь хотела жить в россии вот почему-то душа моя тянулась в россии у меня русская школа несмотря то что у меня акцент грузинский все равно он останется всю жизнь школа русская и почему-то ну не знаю я хотела жить в россии и изначально предложили работу в сочи потом не получилось мне поехать в сочи видимо это была судьба ну да я вот попала в санкт-петербург здесь я прожила несколько лет потом переехала уже жить москве не знаю это все от не от нас зависит это все пишется где-то наверху и все решается но решается сверху смотреть с одной стороны решается с другой стороны все равно же мы всегда делаем свой выбор потому что вот это и в так все было фатальдно ну может был наверно вообще ничего не делать там сказать ой оно самоdid steps ко мне придет нет даже вот так введешь на какие-то пасы знаки может быть вот жизнь когда-то вот направляет и вот как ты действительно делаешь явно у свой выбор потому что можно же сказать нет я не буду это делать и не поеду в москву а ты вот напримерrica взял и поехал то есть Когда приходит внутри решение сердца, что надо сейчас делать какой-то важный для себя шаг? Знаешь, вот настолько я хотела жить в России. И когда мне предложили в работу в Санкт-Петербург, я сразу же согласилась. Вот страха уже не было, да? Нет, вообще никаких страхов не было. Надо идти и ехать. Главное – желание. Было пожелание. А потом все дороги, все пути сами появляются по жизни. Жожа, у нас желание послушать одну из твоих песен. Она прозвучала на творческом вечере «Звездное дежавю» твоего, я так понимаю, хорошего друга Петра Петровского. Мы сейчас послушаем песню, посмотрим это замечательное видео и вернемся к вам очень скоро. «Звездное дежавю» Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Другому никак и не влияет абсолютно на работу. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это мое личное творчество. Я, наверное, вряд ли где-то стала бы актрисой. Может быть, я была бы журналистом. Я думаю, зарекаться не надо. Да, человек должен заниматься тем делом, которое любит, которое в душе. То, что не его, я думаю, это... А вот быть в театре актером... Не хочется. Это не мое. У меня был папа актером, и он всегда мне говорил, ты не актриса, ты, говорит, певица. Это на самом деле так и есть. Ну, если, я думаю, тебя пригласят в какой-то хороший кинофильм, может быть, даже в собственной роли, как иногда говорят камео, певица Эка. Почему бы нет? Может быть, можно попробовать. Да, но то, чтобы специально взять и заниматься актерством, ну, может быть, а так попробовать, почему бы нет? Что ты любишь делать, когда ты не поешь? Я понимаю, что спрашивать, как ты отдыхаешь, наверное, даже не надо, потому что от любимого дела не устаешь. Но вот все равно, когда, например, не только пение есть в твоей жизни, то что это? Это, может, какое-то хобби, это какое-то времяпрепровождение, это какие-то путешествия? Ой, даже не знаю, вот когда я не пою или когда я не работаю, там, допустим, я все равно занимаюсь музыкой, честно. Я пишу, я вот пишу. Есть песни, которые я не пишу музыку, пишу, допустим, только слова. Есть песни, в которых слова уже написаны, я написала мелодию. Вот дня не проходит, чтобы я вот что-то нового не сочиняла, не писала для других певцов. То есть и текст песен тоже твой, ты тексты тоже пишешь? И пишу, и тексты, и музыку. Кстати, вот сегодня я исполнила песню «Питер-Москва», вы знаете, да, Афина ее исполняет, это я и написала, и тексты, и музыку. Кроме этого, она еще поет мои пять песен, еще две песни готовятся. «Счастье, когда ты рядом», «Хочу быть любимой». Если вы знаете, вы, естественно, знаете все эти песни. Вот недавно у нее интервью было у вас, и она спела ваши родители, вот мою песню. А вообще вот у тебя есть понимание, куда уйдет эта песня? То есть, например, ты думаешь про Афину, когда пишутся какие-то строчки, или вначале все-таки пишутся строчки и музыка, а потом уже думаешь, ага, вот, наверное, эта песня точно для Афины или там для кого-то другого. Нет, Афина, вот, первая песня, которая «Питер-Москва» была, она, я сама ее написала, и изначально хотела с ней дуэт записать. Когда она услышала эту песню, она говорит, это не дуэтная песня, говорит, давай, говорит, я ее спою, это, говорит, моя песня. Потом она мне пишет, говорит, вот, напиши песню, пожалуйста, вот, когда у детей свадьба там, и как, что они чувствуют, что чувствуют родители. И вот написала песню вашу родители, потом говорит, напиши песню про счастье, про счастливую любовь, написала песню про счастье, напиши мне восточную песню, написала восточная царица у нее. или восточный отца. Ты творческий человек, которому можно дать даже не то что задание, а вот направить мысль и отзовется, и песня служится, и поэтому дорогие исполнители, если вы в поиске своего, можно сказать, автора, может быть, он как раз здесь сейчас, рядом с нами. Сейчас мы ненадолго прервемся и снова к вам вернемся. Хочу, чтоб люди улыбались, дарили всем вокруг любовь, теплом друг друга согревали и не жалели добрых слов. Всегда с улыбкой просыпались, и наслаждались каждым днем, чтоб никогда не забывали, на свете вечно не живем. Улыбайтесь всегда, без причин иногда станет мир от улыбок теплей. Улыбнитесь в ответ всем прохожим во след в суете наших пасмурных дней. Всегда улыбайтесь, спи, не стесняйтесь делиться улыбкой своей. Порой в этом мире так хочется видеть счастливые лица людей. Хочу, чтоб люди улыбались, чтоб навсегда исчезла грусть, добрее мы друг к другу стали и не скрывали светлых чувств. Пускай улыбок будет много, побольше радости в глазах, чтоб святое место мы для Бога смогли найти в своих сердцах. Улыбайтесь всегда, без причин иногда станет мир от улыбок теплей. Улыбнитесь в ответ всем прохожим во след в суете наших пасмурных дней. Всегда улыбайтесь и не стесняйтесь делиться улыбкой своей. Порой в этом мире так хочется видеть счастливые лица людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот такая красная ниточка. И вот, наверное, хочется еще у тебя спросить, а как ты в целом относишься к творческим вечерам? Друзей, ярких артистов? Я думаю, что часто приходится на них бывать. Ты частая гостья на таких душевных вечеринках. Скажу, я всегда радуюсь за успехи других своих, тем более своих друзей. Потому что, ну, жизнь же, она одна. И вот как не радоваться за своих друзей тем более, да? Я им всегда желаю успехов. Пусть они добиваются в жизни того, чего они хотят. Вот, если у меня есть возможность, всегда присутствую на этих вечерах. Ну, еще тогда пускай от тебя прозвучит пожелание всем, кто сейчас хочет идти по своему пути. Неважно, это путь творческий или путь какого-то дела. Потому что даже бизнесмены, это всегда творческие люди. Они творчески подходят тому, что у них происходит. А творческие люди иногда должны задумываться о том, насколько это все-таки дело в его жизни. Поэтому просто от тебя пожелание всем, кто желает идти своей дорогой. Лена, у меня были друзья в кавычках, которые говорили, вот не надо писать песни, ничего, вот не надо, это не получится. Не надо никого слушать. Вот мое пожелание, никого не слушать, идти своим путем. И обязательно добьетесь того, о чем мечтаете. Просто делать. Вот полностью тоже это поддерживаю. Под этим подписываюсь. Спасибо тебе огромное. И приезжай к нам еще, еще. Я думаю, обязательно пообщаемся на телеканале от Питера. Спасибо огромное, Лена, вам с вашему каналу. Я хочу вот эти цветы подарить вам. Хорошие и пожелательные успеха. Спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно. Что нашли время, пригласили меня, очень приятно. Спасибо и вам. Алексею Кузнецову. Алексею, конечно. Он за кадром, его не видно, но он главный человек сегодня. Так что тоже огромное спасибо. И привет всем, кто вместе с нами. Оставайтесь на телеканале Арпитер как можно дольше. Оставайтесь на телеканале Арпитер. 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 Продолжение следует...